Друзья, привет! А сегодня мы отмечаем день рождения. Но не человека, конечно же, так как мы на Дмитровском автополигоне, а легендарного автомобиля Нива. Та самая знаменитая, придуманная в России, новая концепция, несущий кузов, полный привод, вы все это знаете, первый в мире кроссовер. Хотя, конечно, какой-то к черту кроссовер по нынешним временам, настоящий злой честный внедорожник. Эта машина 78 года. Первый год выпуска практически этих автомобилей, потому что это начало 78 года. А это 2017. Если отойти шагов на 10 от них, то, по сути, одно и то же. Неужели мы 40 лет выпускаем автомобиль без серьезных изменений? Но мы же знаем, что тут другая подвеска, двигатель с впрыском, много изменений по салону. Мы не раз об этом писали. Более того, совсем недавно такая машина прошла через наши ресурсные испытания, поэтому технически вы все о ней знаете. Мне сейчас важнее другое. Сохранила ли вот такая Нива с черной решеткой радиатора? Вообще без хрома. Конечно же, без вот этих легендарных покрышек VLA-5. Теперь, кстати, посмотрите, с завода здесь Pirelli Scorpion. Так вот, сохранила ли она дух вот этой старой легендарной Нивы такого нарядного цвета? А, собственно, какой-то дух мы сейчас узнаем, прокатившись сперва, конечно же, на дедушке. Этой машине 40 лет и... Мягкие регулируемые сиденья создают удобство для водителя и пассажиров. Опять скрипит непотертое седло. Состояние отличное. Нет и 60 тысяч километров пробега. Все здесь заводское оригинальное. Но, вы знаете, я ожидал от этой передней панели большего лоска, большего, что ли, авторитета автомобильного. Она сделана достаточно утилитарно, хотя автомобиль позиционировался как первый гибрид легковушки и внедорожника. Но, тем не менее, смотрите, здесь отделка с металлом как у единичек и одиннадцатых, а не вовсе как у трешек и шестерок. Хотя приборы взяты самые лучшие, самые красивые, от шестерки. Ну что, а теперь представим, что мы с вами оказались в семьдесят восьмом году, когда именно эта Нива прекрасного цвета коррида была выпущена. В начале семьдесят восьмого года. Что же это за гибрид такой легковушки и внедорожника? К тому моменту уже все знали, что если вы пижон, покупаете жигули. Если вы колхозник, в хорошем смысле этого слова, вы выбираете москвич. Ну а если вы колхозник, в колхозном смысле этого слова, вы покупаете УАЗ. А Нива, это же жигули на ходу абсолютно, легкие педали, хорошие отклики на руль, достаточно понятный автомобиль. А уж переключение передач, даже сейчас, спустя сорок лет после того, как этот автомобиль был выпущен, это особое удовольствие. Очень четкий механизм, а вот этот шарик на балдашник – красота, дизайнерская вещь. Так приятно брать его. Ну а довольно быстро начинаются вопросы к этому автомобилю. Вот мы едем уже 70 километров в час, и мне нужно серьезно повышать голос, чтобы рассказывать вам об этом. Шумно здесь? Прежде всего шины, конечно, эти знаменитые, легендарные, дубовые, неубиваемые покрышки с индексом ВЛИ-5. Они позиционировались как внедорожные, знаете, действительно до сих пор они, в общем, неплохо котируются на этом оффроуд рынке, но они очень жесткие и очень тяжелые. И вот эти все микро неровности дороги, ее профиль даже, микропрофиль, да, когда она шершавая, камушки вылезают из-под слоя смолы. Все это передается к вам на руль, на сиденье. Вкупе с этим раздатка, да, знаменитое решение, которое сам Прусов говорил, что с удовольствием бы от него отказался, то, что раздаточная коробка вынесена из корпуса коробки передачи, соединена с ним через промежуточный карданный вал. Из-за этого на кузов постоянно бегут вибрации. Вот стоит добраться до 90 километров в час, и это первая волна резонанса. У-у-у, все зазудела у нас Нива. Вот теперь я узнаю ее. И все-таки жестковато, жестковато. Бог с ними, с шинами, но волны Нива проходят очень плотно. Нет и намека на раскачку, она скорее склонна к плотному повторению профиля, как любит говорить наш Александр Николаевич Диваков. Все для того, чтобы на проселке эта машина была непробиваемая и неубиваемая. Владелец этой машины говорит, что где-то на 120 километрах в час резонанс уходит, и ехать становится гораздо комфортнее. Поверим ему на слово. Оп-оп. В повороте, кстати, Нива не так и плоха. Видели, как подбросила нас на этой волне? Тем не менее, никакой диагональной качки. Плотная подвеска. В целом, управляемость вполне ожидаемая и понятная. Да, она без изысков, но и особых испугов Нива не доставляет. Единственное, что хотелось бы большей стабильности напрямой. Машинка все-таки рыскает, ищет себе новую дорогу. А может быть, просто хочет свернуть куда-то с асфальта. Все-таки душа Нивы не совсем здесь. Точнее, половина, конечно же, здесь. Все-таки это не УАЗик, и машина создавалась прицелом все-таки под гражданскую езду. А не для того, чтобы сидеть по лобовое стекло в болоте. Но вы знаете, из всех ретроавтомобилей, которые мы здесь уже покатали в прошлом году, Нива, пожалуй, самая удивительная. Она самая некомфортная из всех. И по плавности хода, и по шумам. И можно только представить, до какого уровня дискомфорта доходили эти тычки и рев мотора и трансмиссии в УАЗе, если эта машина тогда считалась по-настоящему легковым внедорожником. Все-таки круизить на ней по городским улицам вечером не очень-то и приятно. В настоящую грязь такой раритет, конечно же, не погонишь. Но, честно говоря, я бы хотел иметь такую в своем гараже, будь у меня свой гараж, как пример российского инженерного гения. Все-таки 40 лет назад мы придумали целый класс автомобилей. Кто бы что вам не говорил, не верьте им, класс кроссоверов придумал русский инженер Петр Михайлович Прусов. Но не стоит думать, что за 40 лет в Ниве изменилась только облицовка радиатора, байкера или отделка салона. К сожалению, Петр Михайлович не дожил до 40-летнего юбилея своего главного проекта, своего главного автомобиля. Но он любил повторять, что автомобиль это не коньяк и с возрастом он не становится лучше. Но мне кажется, что в этот раз все-таки Петр Михайлович ошибся. Сейчас я вам это покажу на примере совершенно новой Нивы, которой всего лишь две недели отрыва. Тоже, кстати, машинка отличного цвета. Кориандр и корида. Они, если честно, да пара они, конечно. Конечно, пара. Этой Ниве две недели и пахнет она совсем по-другому. И запах отнюдь не про приятные воспоминания, а про химическую промышленность. Интерьер еще более угрюмый. Все черное, нет никаких ярких вставок. А с точки зрения эргономики, за 40 лет Нива лишь подкинула еще больше загадок. Например, посмотрите, как здесь хитро включается кондиционер. Одна из клавиш находится здесь внизу консоли, регулятор справа под рулем. В общем, все это сильно разнесено, а сама печка находится между ними. То есть нужно знать три ключевые точки, чтобы получить летом прохладу. Вообще Нива, по-моему, за 40 лет так и не стала автомобилем, в котором можно что-то найти без мышечной памяти. Если хотя бы неделю не побыть за этим рулем, то потом особенно ничего не найдешь. Тем более в темноте, ведь подсвечиваются далеко не все клавиши. А с точки зрения посадки кресло, да, у него стала выше спинка, но удобств вряд ли это добавило. Скорее, эта машина и та могут соревноваться в какой менее удобно. Но стоит завести мотор и начать движение, то понимаешь, что все это ерунда. Нива вообще не про это. Уж точно не про кнопочки. Да, за 40 лет этот двигатель прибавил всего 100 кубиков рабочего объема. Зато теперь впрыск у него распределенный. И вы знаете, это удивляет, но Нива воспринимается вполне себе такой бодрой машинкой. Во-первых, ты отлично чувствуешь габариты, как и в старой машине. Вот она вся маленькая перед тобой. Педаль газа электронная, но она настроена лучше, чем на Вести, например, или на Калини, даже в версиях спорт. Здесь нет никаких провалов, задержек по отклику. Как нажал, так и получил. И в результате в Москве на Ниве даже можно хулиганить. Вполне себе нормальная машина. Динамика становится вялой только там, после 80. Но вы и сами не захотите ехать так быстро, потому что здесь, слышите, наверное, как не бились, как не улучшали трансмиссию, как не меняли крестовины наши русы, вешали какие-то гасители вибраций, гасители колебаний, меняли подушки, раздаточные коробки. Здесь она воет даже сильнее, чем в той машине, оригинальный и старый. Но, к счастью, Петр Михайлович был прав не во всем. Да, конечно, автомобиль это не коньяк, и с возрастом он не становится лучше, но, по сути, вот этот бой раздатки единственное, в чем эта Нива хуже предыдущей. Главное и ключевое отличие – это подвеска. Она здесь волшебная, ничуть не хуже, чем у Нивы Chevrolet. Также глотает все типы неровности, мягко стелет на острых каких-то стыках, мелочи вообще незаметно, и эта Нива летает. Она здорово прыгает и мягко приземляется. Удивительное ощущение, как будто это уже спортивная машина. Когда Нива появилась 40 лет назад, ее комфорт сравнивали с легковушкой, но, конечно, за это время понятие и абсолютный уровень ушел далеко вперед. И тем приятнее, что эта машина соответствует всем нынешним понятиям о хорошей плавности хода. Надеюсь, вы это расслышали, потому что сквозь этот вой я сам себя плоховато слышу. Но, черт возьми, подвеска – это реальный кайф. Здесь другие амортизаторы, другие передние рычаги, масса изменений, и все это работает. На этой машине действительно приятно ехать по плохой дороге. Помню еще лет 6-7 назад, когда впервые появилась эта «Лада 4х4М». Вроде бы уже все в нее внедрили подвесочная, но там не было такого хорошего усилия на руле. Непонятно было, что с машиной происходит, как нащупать пределы в повороте. Да даже не пределы, просто вести ее в каких-то ходовых дугах приходилось на ощупь, подруливая, как будто на старом грузовике. Теперь же все приятно, и каждый поворот отныне ты встречаешь с улыбкой. Ух, конечно, высоченные шины подламываются, но все понятно, что происходит с машиной, да, снаружи. Это выглядит, наверное, пугающе, но за рулем никаких проблем. Честно, я поездил на этой машине уже три дня и в городе, и на трассе, и если бы не вот этот огромный комар, который засел в корпусе раздаточные коробки, у меня практически не было претензий. А, ну да, еще вот эти сиденья, конечно, хочется открутить и унести куда-нибудь на помойку, потому что мне совсем неудобно, спина болит. Ну и плюс вы можете посмотреть, с каким углом у меня ноги согнуты. По-прежнему не хватает диапазона продольной регулировки. Дело в том, что эта машина, да, она сделана в 2017 году, но у меня абсолютное ощущение, что она принесла с собой всю эту сентиментальность и романтизм 70-х годов. Так случилось, что я ее забирал спустя ровно 9 дней после того, как отец Нивы, Петр Михайлович Прусов, умер. И да, кто-то может сказать, что эти капли на стеклах фар изнутри, это просто брак, и машина потеет уже с завода, у нее оптика. Но мне почему-то кажется, что просто она грустила. Да, этой машине было грустно. И причина моей искренной теплоты к этой машине, конечно, не только в подвеске, да и не столько. Сейчас хватает автомобилей все-таки с нормальной плавностью хода. Можно взять ту же Chevrolet Niva, в которой и сидеть удобно, и салон гораздо просторнее. Здесь-то за спинками передних сидений по-прежнему жизни особенно нет, хотя многие умудряются даже спать в коротких Нивах в экспедициях. Наверняка это звучит очень наивно и крайне глупо. Да и в целом я не могу кому-то с чистым сердцем посоветовать Ниву для обычной езды хотя бы из-за низкой безопасности. Вы ведь помните, что в нашем краш-тесте эта машина набрала не очень много баллов. Нолли с 16. Но сейчас уже совершенно точно понятно, что Нива – это целая эпоха. И будет ли она продолжаться, и сколько – пока не ясно. 40 лет практически один и тот же автомобиль живет на конвейере и пользуется по-прежнему уверенным спросом. С одной стороны, конечно, это говорит о гениальности и прорывной конструкции. А с другой стороны, это неплохой сигнал о нашем нынешнем уровне жизни. Так что, Петр Михайлович, вы заглянули вовсе не на 10 лет вперед, как вы часто повторяли. Даже спустя 40 лет после создания ваш автомобиль все еще очень актуален в России, ведь он так близок нашему менталитету. Два миллиона выпущенных автомобилей, и с каждым из них связан минимум пяток интересных историй про похождения вне дорог. Новый образ жизни, новые увлечения. Настоящий автомобиль – праздник. Но и сейчас, к сожалению, он со слезами на глазах. Очень жаль, что вы не встретите 40 лет своего автомобиля. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok